Что может ускорить легализацию самозанятых в Татарстане? Заставит ли камеры для определения наличия полиса ОСАГО покупать автогражданку? И почему большинство людей испытывают стресс на работе? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Самозанятые в Татарстане станут активнее легализоваться, если власти ужесточат ответственность за уклонение от регистрации и уплаты налогов. Так считают сами работающие на себя граждане. В рамках опроса промрейтинга такой ответ дали более 29% респондентов. Примерно столько же граждан отметили, что необходимо более качественно информировать о преимуществах легализации. 13% самозанятых сказали, что они бы вышли из тени ради будущей пенсии. Эксперты выяснили, что основная причина нежелания официально регистрироваться – это утрата анонимного статуса перед государством. Такого мнения придерживаются почти 42% опрошенных. Также респонденты ссылаются на бюрократическую волокиту и нежелание ходить по кабинетам. Напомним, что новый налоговый режим введен в Татарстане с начала года. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно быстро и просто в мобильном приложении, после чего платить с выручки налог от 4 до 6%. Почему это им выгодно? Во-первых, конечно, человек входит в систему официального отношения с государством. Он может рассчитывать на определенную социальную защиту. Это первое. Второе. Он может рассчитывать на определенную помощь со стороны государства, со стороны, если отношения до этой степени формализуются, кредитных организаций, получения субсидий и так далее. Он вступает в официальные отношения. Если он этого не делает, он не вступает в эти отношения. Он не получает ни эту, так сказать, поддержку государственную, ни соответствующую помощь и так далее. Сегодня в Татарстане зарегистрировано 23,5 тысячи самозанятых. Только за июль прирост составил 6,5 тысяч человек. В основном самозанятые трудятся в сферах услуг, строительства и ремонта жилья, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта автомобилей. Самозанятые в Татарстане уже заплатили налогов на сумму порядка 20 миллионов рублей. Вот у меня был первый платеж. 20 тысяч рублей мне прислали. С них у меня вышел первый налог 800 рублей. Вполне комфортно, сразу высвечивается и на госуслугах. Во всех системах сразу показывается, что у тебя есть налог. Если ты его не платишь, понятно, что идут пени. Но максимально просто, максимально понятно и безопасно легально вести свое предпринимательское дело, индивидуальное свое дело, не имея компании. 93% граждан испытывают стресс на работе. Таковы итоги исследования Суперджоп. Четверть опрошенных сказали, что нервничают из-за врала и боязни сделать ошибку, а также из-за поведения клиентов. 15% респондентов заявили, что испытывают стресс из-за плохого отношения начальства. Еще 10% из-за непрофессионализма руководства. Также заставляют нервничать. Низкая зарплата, загрузка на работе и поведение коллег. В Татарстане могут появиться камеры, которые будут автоматически определять наличие ОСАГО. Проект в тестовом режиме запущен в Москве. В Казани такую систему могут внедрить до конца этого года. Камеры на дорогах смогут находить в потоке автомобили, владельцы которых не оформили полис ОСАГО. По данным наших экспертов, 20-30% машин в Татарстане сегодня не имеют автогражданку. На сегодняшний день штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей. Прорабатывается законопроект по увеличению штрафа до 5000 рублей и постановке автомобиля на штрафстоянку. Я думаю, что даже при 800 рублях штрафа ОСАГО начнут покупать, поскольку перед камерой на скорость можно притормозить. Здесь же штраф придет автоматически и может приходить хоть каждый день. Когда же штраф станет 5000 рублей и штрафстоянка, ГАИ начнут проводить тотальные рейды. По словам ряда аналитиков, автомобилисты отказываются от ОСАГО не из-за того, что не хотят платить, а потому что возникает много проблем с исканием. Страховые компании предоставляют небольшие выплаты, при этом стоимость автогражданки довольно высока – 10-15 тысяч рублей за автомобиль. 8 августа в Казани состоялось открытие нового официального дилера Сузуки. Единственным представителем японских автомобилей столицы Татарстана стала компания Герман Авто. В шоуруме представлен весь модельный ряд и автомобили для тестовых поездок – Сузуки СХ4 и новая Витара. Также гостям был представлен долгожданный обновленный внедорожник Сузуки Джимни – настоящая легенда марки. На церемонии открытия присутствовал генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Юта Токахаси. Он возглавляет марку в России с 2018 года. Новый дилерский центр Сузуки Герман Авто призван обеспечить казанцам возможность приобретения автомобиля Сузуки на выгодных условиях и в дальнейшем получения качественного сервисного обслуживания по всем стандартам марки. Уже к концу года компания планирует достичь уровня продаж в объеме, равном доле рынка казани по бренду Сузуки и выйти на запланированную рентабельность. В честь открытия и до конца августа всем покупателям Сузуки пакет дополнительного оборудования в подарок. Ждем вас. Проспект Победы 200. Мы продолжим следить за новостями в сфере экономики Татарстана. Смотрите нас каждый будний день на телеканале Татарстан24. С вами была Нина Горюнова. До встречи.